Продолжение следует... Мало и плохо смотрит спорт. Сейчас я объясню. Но это не про спорт разговор. Но сейчас объясню, почему упоминаю это слово спортивное. Середина лета. Макушка. Самый пик сезона. У людей на уме только отдых. Это понятно. Телевизионщики все называют это периодом низкого телесмотрения. Потому что людям лениво включать телек. У них рыбалка, у них пляжи, у них грядки и так далее. И в этот момент все телеканалы, да и интернеты тоже все озабочены. Как бы рейтинг поднять, чтобы были какие-то зрители, 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 зрители. И вот, значит, тут пошла очередная борьба за рейтинг на канале под названием Матч ТВ. Вы, наверное, знаете, что это за канал. Историю его создания вы уже не помните. Это был 2015 год. На волне фантастического счастья после игр в Сочи. Кое-кто из серьезных ребят сумел внедрить в сознание царя, который любит сам спорт, который мастер спорта. Значит, необходимо сделать мощный современный суперспортивный канал. Кто будет развивать идеи российского спорта, сочинской олимпиады, впереди чемпионат мира по футболу и так далее. Давайте забабахаем роскошный спортивный канал. «Газпром даст денег». Конечно, даст, если царь попросит. На самом деле, из большого пафосного дорогого проекта под названием Матч ТВ вышел по большому счету пшик. Потому что никаких специальных рейтингов не получилось. Они оказались почти такими же, как прежний канал Россия Спорт. Такой существовал, уже теперь забытый. Очень много денег было потрачено. Постепенно затраты стали понижать. Число комментаторов на матчи по футболу стало ездить меньше. Уже не четыре, а два. А то и в одиночку стали. А то и стали вещать под картинку из Москвы. И все стало поскромнее, поскромнее, поскромнее. И тут пришло то, что пришло сейчас. А именно, Россию отрезали от мирового спорта. Наши не участвуют в олимпийских играх, в чемпионате мира по футболу, по хоккею, в лигах Европы и так далее. Прав на показ мировых событий очень многих не стало. И рейтинги посыпались еще ниже. Что делать? И тут как раз у нас спецоперация так называемая. И нужно обязательно в государственном канале как-то от нее реагировать. Что сделали эти бойцы? На канале Мач-ТВ запустили программу, которая называется «Есть тема». Смотреть не обязательно. Потому что это такая же под копирку сделанная говорильная помойка, как есть на всех других государственных каналах. Когда стоят 4, 6, 8, 10 дрессированных придурков. Я под придурками понимаю функцию, которую выполняют эти люди. Они выполняют функцию дрессированных животных в цирке, которые открывают пасть или поднимают лапу по команде дрессировщика или ведущего передачи. Поэтому закону строится любое такое как бы шоу. Вот такое же шоу есть и на канале Мач-ТВ, которое называется «Есть тема». Вести его назначили молодого мальчика по имени, кажется, Артем или Антон, который спортсменом сам никаким не был. Что-то где-то журналист. Значит, ну главное, простая задача. Делать как можно больше вонючего скандала. На любом поводе, на любой теме. Вонючий скандал – это то, что поднимает рейтинг. Спортивный скандал, музыкальный, какой угодно другой. Главное – скандал. И вот дождались теперь. И вот мы сейчас в эти часы переживаем большой скандал вокруг Мач-ТВ и вот этой студийной говорилки. В двух словах. Знаменитая российская теннисистка. По фамилии Касаткина – Даша. В интервью, которое она дала известному блогеру, видеоблогеру Фите Кравченко, рассказывала и о своей частной жизни. Все снимается в Испании, там, где она тренируется в Барселоне. Очень искренне рассказывала и о своей частной жизни, где она упомянула то, что она встречается с девушкой. Вау! Катастрофа. И более серьезные вещи. Она и, находившись рядом в кадре, знаменитый теннисист Андрей Рублев, рассказывали о своем отношении к тому, что происходит сегодня с российским спортом. О том, что российский теннис отрезан от мирового тенниса. И, в общем, о том, что происходит в Украине и о своем отношении к этому всему. Видос этот собрал большое количество просмотров. После чего на канале Матч ТВ, вот в этой студийной говорилке, решили устроить публичное избиение двух теннисистов. Даши и Андрея. Вот по этой самой схеме, когда стоит 6 или 8 дрессированных, чуть не сказал, цирковых животных, гостей. И, значит, по команде режиссера или ведущего, открывая рот, говорят свои страстные и патетические тирады. Следующим этапом, следующим шагом случилось вот что. На канале работает девушка по имени Софья Тартакова. Она много времени проработала с Федерацией тенниса, а сейчас она агент тех самых Рублевой и Касаткиной. И новости читает на этом самом Матч ТВ. И по поводу того, что она услышала, как полощут ее клиентов и друзей теннисных, она, соответственно, сделала заявление. Где? В Инстаграме. Его, естественно, прочли, хотя Инстаграма, конечно, в России нету. Это же проклятая фейсбучная контора. Соответственно, у россиян ее быть не может. Но почему-то прочли. И понеслось. И эту девушку Софью Тартакову отстранили от эфира в новостях Матч ТВ. И на нее уже сложили ведро говна. Ну и, соответственно, большой чемодан того же самого вещества. Да, даже можно сказать, что вагон на несчастных теннисистов. Которые, наверное, оторвались от российских реалий, тренируясь специально за границей. И подумали, что можно говорить то, что ты думаешь. То, что ты чувствуешь. Ну и понеслось. И о том, и о сём. Кто-то там в этой студии называет их Иудово племя. Кто-то говорит, что они предатели Родины. И что-то еще в этом роде. На самом деле, вот ссылочка в описании. Это тот видос, с которого все началось. И дело абсолютно не в каминг-ауте теннисистки Касаткиной. Дело в том, что она в конце этого выпуска рассказывает о своем отношении к происходящим в Украине событиям. И рассказывает о том, как она думает об украинских теннисистах, которым, может быть, некуда вернуться, потому что дома нет. А когда ведущие спрашивают, думала ли она о том, что после этих слов она не сможет вернуться в Россию, теннисистка, лучшая теннисистка России, начинает плакать. Я посмотрел на это, на все. Почитал тексты, которые звучали в студии вот в этой говорилке на Мачтове в адрес теннисистки Даши и теннисиста Андрея. И ничего, кроме клокочущего мата, в горле у меня не было. Ну, понятно, что на Дашу свалили по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации все, что могли свалить. Конечно, она слишком искренний человек. Что же так вот прямо сейчас, вот в эти дни про это говорить, когда в Государственной Думе от нечего делать, люди там очередные законы двигают про запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и так далее. Причем все и те, кто двигают эти законы, существуют очень активные, совершенно точные, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу граждане. Но это неважно, просто сейчас это вот здесь, это кипящая тема, больше же нечего Гузуми обсуждать. И тут теннисистка, лучшая теннисистка в стороне говорит, что она встречается с девушкой, это промечивая, большая ошибка. Но на самом деле дело не в каминг-аутах, ребятки, дело в большой политике. Когда говорят, что спорт это не политика и спортсмены не должны страдать, спорт это только политика. Спорт это самая большая политика. И еще раз в этом сейчас можно убедиться, посмотрев по ссылке слова, которые говорит теннисистка Касаткина. И потом посмотреть, как на нее начинает гнать со всех государственных ресурсов. Это очень плохо. Все, что происходит сейчас, это мерзотно. И главное, что это вредит нашему теннису, нашему спорту в целом, нашим мозгам, особенно молодым. Те, кто думает о спорте в будущем. Это вредит стране очень сильно. Но мы сейчас этого не понимаем. И в своем раже, и желании прогнуться перед самыми верхними, и сказать, как мы за них, как мы патриоты, как мы болеем за все, какие мы все правильные, а весь мир вокруг говно. Но можно полоскать кого угодно, что угодно. И даже несчастную девчонку теннисную, которая, честно говоря, мне 25 лет, у меня в голове опилки. Она говорит это искренне. Она говорит, что она не политик. Она говорит, что она не самый мудрый философ. Она спортсменка. Но она говорит искренне. И мы за это ее звезду. Звезду. Она входит там. В двадцатку лучших теннисисток мира. Мы ее публично у себя в стране убиваем. Ну и заодно еще телеведущую Софию Тартакова отстраняют от эфира, чтобы она не выносила грязь из СБ. Это очень паршивая история, ребята. Очень паршивая. Я очень счастлив, что я не занимаюсь спортивным телевидением теперь. Много лет уже пережил это дело. Потому что иначе пришлось бы в этом участвовать.